С 4 по 5 октября в столице Чеченской Республики, городе Грозном, проходил масштабный 9-й фестиваль культуры и спорта народов Северного Кавказа. Победителем фестиваля в общекомандном зачете по итогам фестиваля заняла Чеченская Республика. Вторую строчку турнира заняла Республика Дагестан, а бронзу завоевали спортсмены из Республики Ингушетия. Кавказские игры за все время проведения стали не только традиционными, но и самыми популярными командными играми на Кавказе. Каждую осень масштабное действие проходит в одном из субъектов Северокавказского федерального округа. Ну а так как в этом году первенство в играх одержали хозяева площадки, то, согласно правилам, следующие Кавказские игры пройдут также в Чечне. Фестиваль прошел на самом высоком уровне. Команды и субъектов Северокавказского федерального округа достойно представляли свои республики и края. Надо отметить, что выросло количество участников фестиваля. В этом году около 800 человек приняло участие в этих мероприятиях. Вы проявили волю в победе, хорошую физическую подготовку, умение достигать поставленных целей и работать в команде. Это вам пригодится в жизни. Но кроме того, я хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы еще раз познакомили людей с самобытной культурой Кавказа. И сделали Кавказ еще ближе к России и к всему миру. Вы укрепили базу для взаимопонимания и взаимопрощения национальной культуры. Кроме того, я уверен, что несколько участников этого фестиваля в прошлом времени мы увидели на педестанах почета, на соревнованиях общероссийских и международных соревнований. Потому что фестиваль культуры и спорта народов Кавказа стал достойной площадкой для подготовки будущих чемпионов. И нам с вами необходимо расширять формат нашего фестиваля. Приглашать для участия не только представителей всего Северного Кавказа, но и представителей Большого Кавказа, чтобы спортивные команды других стран с нужного склона Кавказа также участвовали и имели возможность побеждать. Я хочу в завершении поблагодарить отец от всех присутствующих, поблагодарить двоего Чеченской республики, всю Чеченскую республику, город Розы. И еще раз ответить, спасибо большое лично Рамзану Ахматовичу, за гостеприимство и за прекрасную организацию фестиваля. Добрый день, дорогие друзья! От имени Министерства спорта Российской Федерации отсюда лично поздравляю вас с успешным завершением фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. В этом году это большой спортивный и культурный праздник Министерства спорта Розы, который сегодня отмечает свое выступление со дня основания. Организаторы сделали все возможное, чтобы фестиваль закончился высоким уровнем проведения и дружеской атмосферы. Захватывающие спортивные программы и неповторимые культурные составляющие фестиваля. Посередной раз доказал обменяющую силу спорта в деле и влюблении дружбы народов, воспитание отчетов патриотизма и гордости за свою страну. Сегодня у нас есть победитель и визуально. У нас сегодня нет проигранства, потому что сегодня победил спорт и дружба. Поздравляю вас всех! Сегодняшний спортивный праздник, я думаю, что это замечательное событие, в котором приняли участие много спортсменов. Я присутствовал тоже на завершающих соревнованиях, они прошли очень интересно. Я уверен, что эти соревнования принесли не только удовольствие всем зрителям, но и всем участникам. Спасибо вам большое и еще раз с праздником! Я часто находился здесь, потому что я впервые воочию увидел величие тех дел, которые руководство нашей страны и, прежде всего, руководство вашего региона сделало за эти короткие исторические периоды. Я, как бы, впечатлен, я могу сказать, что именно как человек из спорта, что здесь сделано все, чтобы поколение молодых людей росло здоровыми, красивыми и было все долгожительными. Я очень рад присутствовать на вашем фестивале спорта, я очень рад победе команды Чечни на этих соревнованиях, чечной, братской борьбе, в Великану, в Великану, в Великану. Я желаю огромного успеха и единственное, будучи, так сказать, спортовальщиком, я обратился к руководству вашего республики и к медицинскому спорту, что единоборство представители Чечни всегда были на годовой празднице, но почему-то единоборство с оружием, пока этого успеха мы не достигнем. Поэтому, вот от имени Федерации фехтования здесь маленький финансовый вклад в создание школы фехтования в городе Грозный. Всех вас поздравляем, желаю всеми отлично дать Богу, чтобы Чечня цвела крепко и была равной среди сильных визуков нашей страны. Ассаламу алейкум, Грозный, добрый день, дорогие друзья. Сегодня завершается девятый фестиваль культуры и спорта «Кавказские игры». Но прежде всего я, конечно же, хотел бы поздравить всех жителей Чеченской республики, всех жителей города Грозного с двухсотлетий. Ну и, конечно же, хотел бы поздравить своего дорогого брата Рамзана Ахмадовича Хадырова с днем рождения. Пожелать ему. Пожелать ему еще больше сил для того, чтобы он делал все краше и краше свою родную республику во благо нашей великой страны России. С праздником! Сегодня гордо находиться в этом прекрасном городе, в этом красивом городе. Я действительно поражен, сколько сделано работы, сколько усилий приложено для восстановления этого прекрасного города. Находясь сегодня здесь, не могу не вспомнить первого президента Ахмад Хаджи Кадырова, который в своей воле, в своей усилии смог сделать так, чтобы сегодня праздновать этот прекрасный праздник. Именно труды были от чеченского народа позволило сегодня проводить такие достойные мероприятия. И, конечно же, продолжение дел достойного сына Ахмада Рамзан Ахмадовича Хадырова. Я еще раз поздравляю всех, дорогие участники фестиваля. Успехов вам в состязательной борьбе, чтобы вы всегда побеждали. Спасибо. Спасибо нашим великолепным организаторам. Спасибо представителям культуры, которые создали такой прекрасный фестиваль. Он прошел, но я уверен, что в следующем году, по нашей традиции, с учетом того, что Чеченская Республика заняла первое место, десятый юбилейный фестиваль будет проходить в городе Грозном. До свидания. Девятый фестиваль. Здравствуй, десятый. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...